МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Иванович, 3 июня вы, ваши коллеги, отмечают свой профессиональный праздник. Наша редакция присоединяется к поздравлениям. Я думаю, было бы правильно дать вам слово, чтобы и вы поздравили коллег. Спасибо за поздравления. Действительно, 3 июля день рождения образования госавтоинспекции. В далеком 36-м году, 3 июля, вышло в свет постановление Совета народных комиссаров за номер 1182, которое создало нашу службу. Но неправильно считать начало нашей службы, именно 36-й год. Ведь первые нормативно-правые акты по уличному дорожному движению они увидели в свет еще в 18-м веке. Царствование Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны были первые царские указы, которые регламентировали дорожные движения. Понятно, что они касались гужевого транспорта, как сейчас говорят. Но уже в то время руководители нашего государства задумались о безопасности дорожного движения и сдавали первые правила, так называемые дорожные движения, которыми предписывалось быстро на лошадях по улицам городов не ездить, пешеходов не сбивать, а нарушителей привлекать к установленной данными указанной ответственности. И первая ответственность была за нарушение правил дорожного движения, это конфискация лошади, гужевой повозки, кареты на царский двор и использование уже на царской конюшне данного реквизита. Александр Иванович, а у нас в городе, в нашем отделении ГИБДД, есть какие-то свои традиции празднования? Как вы отмечаете этот день? Традиция празднования дня ГАИ сложилась еще давно. Это, конечно, традиционное собрание в актовом зале. Руководители города, руководители нашего управления поздравляют сотрудников госавтоинспекции, вручают награды, поздравительные речи, грамоты, поздравления отличившихся. Ну, все как всегда. А у себя в своем кругу? Я понимаю, что это будет рабочий день, но тем не менее. Ну, и, конечно, в рабочем коллективе у нас также будет небольшое собрание, когда каждому слову представиться, у каждого будет возможность поздравить сотрудников своих. И, конечно, встретимся и в неформальной обстановке тоже. Александр Иванович, а как так получилось, что вы связали свою жизнь с тогда еще милицией, в частности, с отделом ГИБДД? Ну, так получилось, что в далеком 93-м году, после окончания института, я был призван в ряды российской в то время уже армии. И волей судеб попал, ну, не попал, а был призван служить в милицейском батальоне внутренних войск, который дислоцировался в Нижнем Новгороде. Вот так началась моя служба в милиции. И потом уже после окончания военной службы, демилизовавшись из рядов российской армии, я свою жизнь связал неразрывно уже с службой по охране общественного порядка, по обеспечению безопасности дорожного движения. А почему вы решили остаться в полиции? Что вас привлекло тогда еще в милиции? Ну, это, конечно, охрана общественного порядка, оказание помощи гражданам, решение вопросов как раз по задержанию преступников по охране общественного порядка. Вам, кстати, доводилось по крышам бегать за негодяями? По крышам бегать нет, но по чердакам, да, приводилось. Кого ловили? Томушников? Нет, ловили, это было в далеком 1993-1994 годах, когда, если помните, был такой вид преступления, как рывок шапки норковой. Если честно, я еще маленький был, не застал. Да, помните, ну вот в Нижнем Новгороде есть такой микрорайон Мещеры. Вот очень часто вот преступники для такого вида преступления выбирали именно Мещеру, потому что там состоятельные граждане в то время жили. Вот, рывок шапки, это было распространенное правонарушение, распространенное преступление. Мы по мере возможности пытались препятствовать этому, раскрывать данный вид преступления. И зачастую бывало, что преследовали преступников, в том числе и по чердакам. Александр Иванович, вот сейчас, по прошествии стольких лет, вы уже стали начальником, работаете в кабинете. А вам что ближе, ну чисто по-человечески? Ну, это неправильно сказать, что я работаю в кабинете. В кабинете как раз и меня очень редко можно застать и найти большое количество различных мероприятий, как по охране общественного порядка, так и по обеспечению безопасности дорожного движения. Много очень проводим мероприятий по надзору за дорожным движением, видеорейдов каких-то, мероприятий по охране общественного порядка, связанными с закрытием дорожного движения. Вот в ближайшие дни также такие мероприятия у нас пройдут. Приходится нести службу и на улице, и на дорогах нашего города. То есть даже вы, как начальник отдела ГИБДД, выходите иногда с жезлом. Да, конечно, и не только выхожу, но и считаю необходимым это делать. Александр Иванович, вы пришли на работу в 93-м году, сейчас 2019-й, 26 лет. Вот что за это время изменилось? Милиция тогда и полиция сейчас? Конечно, несмотря на то, что задачи остались прежними, это обеспечение правопорядка на улицах, дорогах, обеспечение безопасности дорожного движения, раскрытие преступлений, тем не менее, виды, методы работы, они существенно изменились. Госавтоинспекция в настоящее время, это очень мобильная служба, одна из самых боевых служб полиции, я не побоюсь этого слова, оснащена скоростными, мощными, современными автомобилями, компьютерной техникой. Очень широкий спектр задач выполняет наша служба, как по надзору с дорожным движением, начиная от надзора с дорожным движением, кончая регистрацией автомототранспорта, исполнение административного законодательства, пропаганда безопасности дорожного движения, ну и, конечно, сопровождение наших специальных грузов. А если вдруг человек решил пойти работать в Саровский отдел ГИБДД, какие шаги он для этого должен сделать? Ну, самые первые. Ну, прежде всего, прийти к нам на собеседование, и уже по результатам собеседования мы поймем, этот человек сможет проходить службу или нет. А что будет решающим? Решающим может быть все. Как его отношение к исполнению обязанностей, его желания, так и наличие каких-то противопоказаний по здоровью, противопоказаний по его квалификации, по его образованию. А вот вы общаетесь с такими кандидатами? Да, кандидатами. А вас, как руководителя, в первую очередь что интересует? Конечно, его желание проходить службу, его морально-деловые качества. И у нас ряд сотрудников в настоящее время служат, которые обратились к нам для приема на службу, например, 10 лет назад. Но в то время у них не было того образования, той квалификации, которая необходима. За прошедшее время они закончили высшие учебные заведения, отслужили в армии. Некоторые уже успели отслужить в нашей дивизии. И потом все-таки, так как у них это желание было, они добились своего и сейчас проходят службу в нашем подразделении. А что люди отвечают на вопрос, почему вы хотите пойти в полицию? Зачастую вопрос один. Хочу служить людям, хочу обеспечивать безопасность дорожного движения, хочу охранять общественный порядок на дорогах нашего города. Они это искренне говорят? Я так понимаю искренне, потому что неискренние люди в нашей службе надолго не задерживаются. И в основном вот тот костяк, который у нас в настоящее время есть, это те преданные делу люди, которые уже служили не один десяток лет и продолжают служить. И я думаю, что вот на собеседовании 15-20 лет назад они сказали то же самое. А сколько всего сейчас людей трудится в отделе ГИБДД в Саровском? Штат нашего отдела составляет 46 единиц. Он включает туда и отдельный взвод дорожного патрульного службы, но вы знаете, что это такое. Дорожная патрульная служба и в дождь, и в снег, и в слякоть, и в мороз, и в зной несет службу по надзору дорожным движениям, обеспечивает безопасность дорожного движения на наших дорогах. Это и регистрационно-экзаменационный отдел, который осуществляет регистрации авто-мототранспорта, прицепов к ним, осуществляет прием квалификационных экзаменов на право управления транспорными средствами, выдачу, замену водительских удостоверений, отделение технического надзора, которое осуществляет контроль за техническим состоянием транспортных средств, проводит плановые и внеплановые проверки организации, которые эксплуатируют транспортные средства, отделение по исполнению административного законодательства, которое осуществляет контроль за составлением административных материалов, их регистрацию, осуществлением исполнения вынесенных поставлений по делу об административных правонарушениях, взаимодействие с судебными приставами, с судами, это тоже ложится на плечи инспекторов состава по исполнению административного законодательства. Ну и, конечно, пропаганда безопасности дорожного движения, взаимодействие со средствами массовой информации, радио, телевидением, газетами. Разъяснение гражданам через СМИ требований, предъявляемых к водителям транспортных средств. Александр Иванович, давайте поговорим о ситуации в городе. Первая половина 2019-го уже практически позади. Как бы вы ее оценили? Насколько она выдалась тяжелой или, наоборот, простой по сравнению с предыдущими годами и периодами? Ну, я не думаю, что 2019-й год у нас чем-то отличается от предыдущих лет. Понятно, что ситуация на дорогах с каждым годом осложняется из-за того, что количество автотранспорта только увеличивается. До сих пор? Каждым годом, да. Мне казалось, уже больше некуда. Есть еще куда, оказывается. Во-первых, увеличение транспорта, как я уже сказал. Это и те мероприятия, которые связаны с ремонтом автодорог, с закрытием каких-то существующих улиц в связи с их реконструкцией, как в этом, например, году улица Семашка. В связи с этим нагрузка на иные участки уличной дорожной сети возрастает в разы, как вот в этом году получилось с улицы Московской, с улицы Академика Харитона, с улицы Зернова, с улицы Курчатова. Понятно, что положительно это на дорожную остановку не влияет. Но тем не менее, вот в таких условиях, спасибо нашим водителям, пешеходам, нашим гражданам, они понимают это, понимают, что без закрытия дорожного движения на каких-то участках невозможно кардинально реконструировать уличную дорожную сеть, и наши эксплуатационные организации, дорожные институционные предприятия, наши городообразующие предприятия вовремя принимают те меры по организации дорожного движения, которые позволяют в нормальном русле держать дорожную обстановку и обеспечивать безопасность дорожного движения. У нас же в городе, я так понимаю, существует комиссия по безопасности дорожного движения, куда вы в том числе входите, которая пытается как-то, может быть, предугадать сложные моменты и заранее их предупредить. Вы не могли бы немного об этой части работы рассказать? Чем вы конкретно там занимаетесь и можно ли туда выходить с предложениями, ну, рядовым гражданам? Да, конечно, у нас такая комиссия существует, она существует при администрации нашего города. Председателем комиссии является Лобанов Сергей Иванович, начальник департамента городского хозяйства. Задача нашей комиссии – это рассмотрение вопросов, связанное с организацией дорожного движения у нас в городе, с обеспечением безопасности дорожного движения. Конечно, и рассмотрение обращений и заявлений граждан, которые, скажем так, поступают в наш адрес, связанные с оптимизацией дорожного движения. Очень много рассматривается обращения по установке в том или ином месте соответствующих дорожных знаков, ограничение скорости, установка искусственных неровностей, оптимизация, как я уже сказал, дорожного движения, изменение режима работы светофорных объектов. Вот все это решает, все эти вопросы решает комиссия по безопасности дорожного движения. По итогам рассмотрения того или иного вопроса выносится протокол, готовит соответствующее постановление администрации и уже передается на исполнение ДДП на установку того или иного дорожного знака на изменение режима работы светофорного объекта. Александр Иванович, вопрос. От себя очень часто хожу по новому мосту на строителя Захарова и по проспекту Музруково, рядом со стадионом. Там установлены светофоры, но они работают в промежуточном режиме, постоянно горит желтый. Это как-то будет меняться или на данных участках это единственный возможный способ регулировать движение? Значит, данный светофор работает пока во временном режиме. Я думаю, что в ближайшее время будут установлены системы, работа которых связана с вызовом того или иного сигнала светофора. Кнопки вы имеете в виду? Да, так называемые кнопки вызова. Я думаю, что это будет более эффективно, но это нуждается в реконструкции светофорного объекта. Все работы проведены. Сейчас ждем финансирования и соответствующей реконструкции. То есть, вы эти вопросы на комиссии уже обсуждали? Эти вопросы уже были обсуждены ранее и было принято такое решение. Александр Иванович, у нас за последние несколько лет существенно изменилась карта основных транспортных потоков, потому что закрылась Монастырская площадь, появился новый мост, появился новый КПП, слава богу, который снизил разгрузку на улице Зернова. С вашей точки зрения, все эти перемены какое влияние оказали на дорожную ситуацию? Меньше стало аварий? Чисто может быть по статистике. Ну вот понятно, что каждая новая улица, это изменение организации дорожного движения. Не все жители нашего города, но это понятно, привыкают к таким изменениям сразу же. И вот поначалу открытие новой дороги улицы Академик, вернее улицы Строитель Захарова, оно повлекло совершение ряда ДТП на этом перекрестке. Перекресток улицы Строитель Захарова, проспект Музруково. Мы уже вот неоднократно, я говорил в средствах массовой информации, даже у нас возник очаг аварийности на данном перекрестке. Но постепенно люди привыкли, внесли мы корректировки в работу в режим светофора. И в настоящее время этот очаг аварийности он истяк. Улица Семашка закрыта. Нагрузка возросла на улицу Зернова, на улицу Курчатова, на улицу Московская. Вот те очаги аварийности, которые у нас были на перекрестках улицы Арзамасская-Зернова, улицы Садовая-Зернова, они, к сожалению, у нас так и остались. Принят ряд мер по ликвидации этих очагов аварийности, по совершенствованию организации дорожных движений на этих перекрестках. Часть мероприятий запланированных уже выполнена. Но обстановка на этих перекрестках продолжает оставаться сложной, потому как Семашка у нас открывается только в конце года. Все, что возможно и по надзору дорожных движений, мы стараемся делать. Стараемся, чтобы инспектор ДПС в часы пик присутствовал, несмотря на эту сложность, на решение этого вопроса. Но пока вот эти два очага, как они у нас были, так они у нас остаются. Как я уже сказал, один очаг у нас иссяк. Из-за объективных обстоятельств, в частности, перекрытия и увеличения нагрузки на основные магистрали. К слову говоря, в последнее время очень редко можно увидеть на улицах сотрудника отдела ГИБДД. С чем это связано? Вас просто стало меньше или немного формат работы поменялся? Да, вы правы, нас стало меньше. Вы же помните, в начале 2018 года были проведены организационные штатные мероприятия, в соответствии с которыми 33% личного состава от штатной численности нашего подразделения было сокращено. Посчитайте, 33% — это 24 единицы сотрудников, которые бы могли нести службу, они уже службу не несут. Минимальное количество сотрудников ДПС на дорогах нашего города — это два автопатруля в первую смену, два автопатруля во вторую смену. 12 часов, да? Нет, по 8 часов. Соответственно, мы проводим какие-то мероприятия, когда увеличиваем количество нарядов ДПС несущих службы, привлекаем к надзору с дорожным движением другие категории сотрудников госавтоинспекции. Это тот же регистрационно-газонационный отдел, отдел технического надзора, отделение по исполнению административного законодательства, руководства, как роты, как отдельного взвода ДПС, так и отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения. За счет этих категорий увеличивается количество сотрудников полиции на дорогах. Но, тем не менее, среднее количество инспекторов состава — это два наряда ДПС. — Александр Иванович, боюсь даже спрашивать, вас на треть сократили, сколько в среднем сотрудников отдела ГИБДД на работе проводят в день? — Мы работаем столько, сколько нужно для выполнения возложенных на полицию обязанностей. — Александр Иванович, как мы уже упомянули в разговоре, в Сарове очень много автомобилей, но их, понятно, нужно куда-то вставить. Люди вставят, куда придется. Кто-то еще старается как-то на дорогу выезжать подальше, где это можно сделать, а кто-то не заморачивается, ставит просто у себя дома, а то и вообще на газон загоняет. Скажите, пожалуйста, ну понятно, что два патруля, которые находятся на улицах, все просто не охватит. У людей есть возможность как-то сообщить вам об этих правонарушениях, ну там самых наглых, хотя бы сфотографировать и отправить. Как вообще работает эта система? — Да, конечно, таких правонарушений очень много. Выявляется и инспекторским составом нашего отдельного взвода ДПС. Значит, очень много обращений граждан в настоящее время в наш адрес поступает о тех или иных нарушениях правил дорожного движения, как о нарушениях правил парковки, так и нарушениях, которые выявляются с помощью видеорегистраторов, которые установлены на автомашинах наших граждан. Значит, каждое такое обращение мы рассматриваем и пытаемся довести дело до логического завершения в виде привлечения виновника к установленным законам административной ответственности. Вот только за май месяц этого года в наш адрес поступило 43 таких обращения. По каждому проведены соответствующие проверки, и каждый герой получил по своей медали. В настоящее время в Государственной Думе рассматривается законопроект, так называемые народные участковые, когда вот эти все нарушители правил дорожного движения, нарушение которых зафиксировано с помощью мобильного приложения, может быть привлечен к установленным законам административной ответственности в автоматическом порядке, как это делается при помощи видеокамер. На дорогах, когда приходят письма счастья. Да, когда в автоматическом режиме будут вноситься постановления без участия уполномоченного на того сотрудника полиции. И я так понимаю, собственник транспортного средства будет оштрафован, в отношении него будет вынесено автоматическое постановление о привлечении к административной ответственности. Но вот будем ждать логического завершения вот этого процесса вступления в законную силу и принятия решения. Все ждем введения народного участкового. А вот сейчас, если человек снял себе на смартфон, это нужно вам на физическом носителе принести в отдел или можно по почте отправить? Значит, есть электронная почта нашего подразделения, куда каждый гражданин может отправить свое обращение с приложением обязательно. Фото, видеоматериалов с нарушением. То есть нужно сначала текстово описать, что произошло, а потом в качестве подтверждения отправить видеофайл или фотоматериал. Обязательное требование, предъявляемое к видеофайлу, это читаемость государственного регистрационного знака, дата, время и место нарушения. Чтобы можно было идентифицировать, где это произошло. Идентифицировать и автомобиль, и дентифицировать место, и дентифицировать само правонарушение. Александр Иванович, на дорогах у нас ездят не только машины, но и велосипедисты. Часто вообще с ними приходится работать и привлекать к мерам ответственности? Велосипед, мотоцикл, средства передвижения электрической и малой мощности, они все больше и больше в настоящее время получают распространение. Это так, наиболее незащищенная категория граждан, которая зачастую получает телесные повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий. С такой категорией граждан мы работаем постоянно, начиная с началом мото-велосезона и заканчиваем далеко глубоко осенью. Стараемся уделять этой работе повышенное внимание, потому как, как я уже сказал, зачастую велосипедисты у нас и пешеходы страдают. Зачастую велосипедисты у нас сами являются виновниками дорожно-транспортных происшествий. И, дабы это предупредить, мы часто проводим такие профилактические мероприятия по выявлению нарушений среди этих участников дорожного движения и привлекаемых к установленным законам ответственности. Напоминаю, что ответственность велосипедиста предусмотрена частью второй статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. И довольно-таки серьезный там штраф. Александр Иванович, а кто в этой ситуации несет ответственность, допустим, если велосипедист не спешился перед переходом и на приличной скорости вылетел и был сбит? Значит, ну вы сами ответили на твой вопрос. Он не спешился и был сбит. Он совершил административные правонарушения, которые повлекло за собой совершение ДТП и причинение ему телесных повреждений. Но не все так однозначно. По каждому такому делу возбуждается соответствующее административное расследование, в ходе которого и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Есть ли здесь вина водителя или ее нет. Соответственно, если вина водителя не будет установлена к административной ответственности, он не привлекается. То есть, установки велосипедиста всегда прав не существует? Нет. Может быть так, что он получит штраф, даже если был сбит, а водитель останется чистым? Да, да. И такие у нас случаи бывали. Александр Иванович, у нас осталось буквально 2-3 минуты, поэтому еще раз дам вам слово и предложу поздравить своих коллег. Вообще всех, кто причастен, потому что я думаю, что через ряды отдела ГИБДД прошло гораздо больше, чем те 46 человек, которые сейчас у вас работают. Да, конечно. Пользуюсь случаем. Уважаемые коллеги, ветераны, члены их семей, близкие, родственники, поздравляю вас с 83-й годовщиной образования органов госавтоинспекции. Желаю вам самое главное здоровья, успехов в вашей нелегкой труде, крепкого семейного тыла. Отдельные слова благодарности ветеранам. Именно ветераны нас научили работать. И то дело, которое мы продолжаем, я думаю, что мы ваш опыт только еще накопим, приумножим. И ваше дело по обеспечению безопасности дорожного движения находится в надежных руках. И те задачи, которые мы выполняем по обеспечению безопасности дорожного движения, мы с гордостью выполним. Еще раз поздравляю вас с праздником, здоровья и удачи. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с начальником Саровского отдела ГИБДД Александром Косинковым. Александр Иванович, еще раз вас с праздником. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. До свидания.